Итак, вечер добрый. Слушаете вы свое радио. Сегодня понедельник, новая неделя началась, соответственно, новые впечатления, новые эмоции. Здравствуйте всем. Как обычно, с 8 до 10 в студии своего радио появляются живые люди, живые музыканты. Даже если они похожи на русалок, они все равно люди, и они все равно музыканты. Как обычно, традиция есть традиция, мы ее не нарушаем. Сначала песня, после чего, само собой, познакомлю вас с коллективом поименно. Надеюсь, сегодня для кого-то случится неожиданное, но приятное открытие. Поехали. Светит тысяч разных людей. Тонет звук шагов по перрону. В желтом свете ночных фонарей я смотрю вслед вагона. Вместо звезд, слишком ком, черный дым надо мной съедает небо. Засыпаются пеплом сады и в жару заносит снега. Светит тысяч разных фонарей я смотрю вслед вагон. Ничего больше нет. Таймбордисты, прокуренный свет за окном, темный лес из бетона. Ставим и стук, ничего больше нет. С каждым новым ударом все дальше от дома. Веет черной тоскою губы Напротив угрюмые лица Ничего не оставить себе Упасть на рельсы птицы Веет черной тоскою губы Веет черной тоскою губы Мерным стуком колес Мои здания дремлют И это я тебя унесу Как устали, сколько знали Волосы полированной стали И сколько было боли Их колеса мяли Сколько было страха Когда умирали Оставляю чуть Боли кровь мышь помни Мерным стуком колеса Мерным стуком колеса И мы же встретимся в вокзал Ай, браво! Вы знаете, друзья мои, ну то, что мы чертовски вам рады И аплодируем вместе с теми, кто аплодирует сейчас вашим песням Это ничего не сказать, потому что ждали мы этой работы вашей новой И ждали вашего нового альбома для того, чтобы появился повод вас позвать в студию снова Но удивляют меня, вы знаете, слушатели иногда Когда я знаю людей, которые видят анонс Мы размещаем анонс заранее на неделю И не слушают песен группы, которые они не знают, к примеру Ну для того, чтобы получить впечатление по полной программе заново с нуля Но когда люди даже анонсов не смотрят Вот, например, Елена Варнакова пишет Добрый всем, вечер, свои живые Я не верю своим глазам Мои любимые Агни Пока не услышу, не поверю Вот это эфир сегодня будет, друзья мои Но анонс-то мы делаем заранее Для того, чтобы вы могли расшарить их эти анонсы Сделать репосты, привлечь кого-то еще, кроме себя Ну и каким-то образом, наверное, и сами уже заинтриговаться Если группу вы до сегодня не знали Но когда люди даже анонсов не смотрят Ну, честно сказать, удивляете, ей-богу Агни сегодня здесь Агни Иванов, голос Привет Привет Студия аплодирует, музыканты аплодируют Это здорово, когда сами себе люди настолько рады Олег Сигельфер, гитара Добрый вечер Спасибо тебе большое Давай, 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 тогда мы уже эту традицию возьмем Молодцы Бас Андрей Егоров Микрофон подойди, пожалуйста Привет, друзья И не просто баса, контрабас еще Электроконтрабас Извини за то, что я не сказал электро Да, он действительно Электроконтрабас Человек с собственным микрофоном Это обычный барабанщик коллектива Вот и Кирилл Качанов Привет, привет Да не баси, все свои Ну и на звуки Иван Лубяный Звукорежиссер коллектива Который очень Трепетно относится ко всему, что происходит с его группой За что ему огромное спасибо По первой песне все совершенно очевидно Звук замечательный Спасибо тебе большое Говорю заранее 46-47 Сообщаю всем, как с нами связываться Так, на всякий случай Может быть, вы этого не помните 46-47 Это короткий номер для ваших смс Сначала пишите свои Затем, делая пробел, уже Пишите все, что хотели бы Мало ли, что это может быть Это могут быть вопросы, эмоции, впечатления В общем, делитесь всем, что Накипело на горелок данной секунде Группа Официальное сообщество ВКонтакте Это, естественно, лента В которой можно отписываться Там анонс давно уже выложен С фотографии В самом тексте анонса есть Название коллектива Она синеньким выделена Это название Соответственно, значит, кликая Вы попадаете к ним в сообщество Становясь частью этого сообщества Безусловно Становитесь частью этой музыки А это хорошо Чаты Работают для вас Чат на сайте своего радио Своярадио.фм Там прямо написано Слово из трех букв Чат Вот так вот прям четко Конкретно Можно отписываться туда Ну и Плеер сверху на сайте Вы видите В плеере слева Онлайн аудио Это чтобы слушать А справа Онлайн видео Это чтобы смотреть С синим кружочком Таким кликаете И тут же оказываетесь На планете Планета Роид Краудфайдинговая платформа Совершенно там Все понятно И чат есть В котором тоже можно Отписываться Ну, в общем Все что касается Коннекта Я рассказал Теперь давайте-ка мы С группой будем общаться С этими замечательными ребятами Я знаю что вы пришли К нам сегодня С новым альбомом Так и есть Все верно Альбом называется Скоро будет дождь И тут все верно Ну, немножко подготовились Да Я не люблю готовиться К эфиру А, кстати Я объясню Объясню в чем дело Я и студентам своим Это объяснял Все время И аудитории Объясняю Неинтересно готовиться Мне вот по какой причине Я так же как и слушатели Хочу быть Удивлен Мне всегда интересно Знать что происходит С коллективом Поэтому когда Ну, уже объяснял Тоже неоднократно Повторюсь Когда ведущий в эфире Знает все про группу Ну, в общем-то И спрашивать не о чем Вроде бы И спрашиваешь И понимаешь Что вопрос В общем Зная на него ответ И никоим образом Даже не реагируешь Ни на что А вот когда появляются Какие-то неожиданности Всегда интересно Мне достаточно знать Что это за группа Какие у них песни И песни мы их любим И само собой Естественно знаем Эту русалочку Давно уже полюбившуюся Аудиторией А я сейчас имею ввиду Девушку по имени Агни Чего ржете-то Ну, русалочка же Натуральная совершенно Ну, русалочка Я уже привыкла Только ножки уже отрастила А так русалочка Вот Все остальное Естественно с нуля Альбом представляет Из себя работу Которая делилась Довольно давно Долго вы его делали Я знаю Мы его скорее Долго Доносили до слушателя Сколько времени На это ушло? Да, в общем Он лежит у нас Уже почти год В готовом виде Вот наконец-то Мы его То есть Релиз состоялся Теперь уже вот Пластик есть Пластик будет Ровно через месяц На презентации Все-таки нету его Пока это цифровой А где будет презентация? Можно? Да Сразу озвучим дату 23 ноября Декабря Декабря у нас будет Декабря 23 Еще раз расскажу 23 декабря У нас будет Презентация Пластинки В клубе Мумитроль бар Так что Обязательно приходите Мы сегодня еще раз Несколько Об этом скажем Откуда ты знаешь? Буду контролировать Возьму на карандаш Я на кнопках Вот смотри Сейчас пока что-нибудь Скажи, попробуй Бессмысленно Контролирую тут я Но мы скажем об этом Сегодня неоднократно Это правда Мы считаем это важным Потому что Музыканты должны Верить своих слушателей А слушатели должны Верить своих музыкантов На концертах Как первая песня называлась? Первая песня называлась Поезд И сегодня я так понимаю Все песни будут звучать Из альбома Или все же что-то еще И новиночку мы еще Ах еще даже новиночку Та которая даже в альбом не вошла Да Ай спасибо вам Совсем свежачок Включил, включил, говори Да До встречи декабря Да Кусочек эксклюзива Будет сегодня Будет сегодня Абсолютно новая песня Интересная То есть ты заранее сейчас Чтобы мы уже были готовы К тому, что она интересная Да Ладно, я тебя проверю Смотри, не дай бог, неинтересная Я же к тебе с вопросами Тогда приду И с претензиями Давайте мы дальше споем Да, потому что нужно сейчас Закрепить, так сказать, успех А потом поговорим Само собой и о концертах И об альбоме И о том, как это было Ну, чего ты хотел Что ты хотел выкрикнуть сейчас Ну, скажи в микрофон Хотел узнать, какая песня будет Будет песня Франклин Как всегда Живой звук В программе Живые Здесь сегодня Огни Поехали Субтитры создавал DimaTorzok Расскажи мне про сон Тот, что увидели первыми И я в унесу Шевчем словами И еще не безумными Я хочу быть рядом, жить вдвоем В гармоне жечь зеленым взглядом На фарфельте Франклин Я хочу быть рядом, жить вдвоем В гармоне жечь зеленым взглядом На фарфельте Франклин В гармоне жечь зеленым взглядом 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 Шепчем мечтами и в разуме светлыми Я хочу быть рядом, жить вдвоем В кармане сжечь зеленым взглядом на попей За фантем я хочу быть рядом, жить вдвоем В кармане сжечь зеленым взглядом на попей Все Франклен В кармане сжечь зеленым взглядом на попей 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 Я слышу как минимум из того, что уже было сыграно Могу сказать, что музычка стала потяжелее Я считаю, что она стала хардовой Она стала потяжелее, пожестче И мне это дико нравится Несмотря на то, что она стала потяжелее Все-таки та магия вокала, которая была всегда Она сохраняет эту нежность, это тепло Эту неожиданность И люди неожиданно на это реагируют Потому что, как показала практика Очень красивый хайер у девушки Ладно, это не тот комплимент Это естественный комплимент Но вот, например, Никита Петчаков пишет Вот что, вам надо будет для подобной музыки Лайф час выделить с нуля до По подобию дождя в лучшие годы Очень люблю, когда мне что-нибудь советуют Но страна советов давно закончилась уже А люди все по привычке что-то советуют Советуют, рекомендации Да даже когда не спрашиваешь А вам, кстати, часто дают рекомендации? Конечно Поклонники ваши Чего рекомендуют чаще всего? Повеселее давай, давай повеселее Ну, и при этом все-таки Слушаю то, что вы играете Да Как будто привязали их Не, ну мы веселимся, конечно, когда играем Ну ты ближе к микрофону подходи Иначе тебя не слышат Мы веселимся, когда играем Да я вижу Я вижу по вашим лицам То, что вы такие счастливые Мы веселые, на самом деле Все ирландского кофе Все хотят много ирландского кофе просто Да Давайте то же самое, такое же еще Да, только порадостнее, да Ну а зачем? Ну зачем засоветовать-то? Я к тому, что советовать музыкантам В общем, мне кажется, совершенно бессмысленно Нравится, нравится, не нравится До свидания И еще вам благодарность хочу сейчас высказать Ну уже личную Я помню просто прошлый эфир И легкая зажатость была у вас в каждом из вас И улыбок я ваших увидел только на 15-й минуте эфира А сейчас вы уже зашли улыбаясь И это приятно В общем, свои абсолютно Спасибо вам за то, что вы так быстро стали своими И за то, что аудитория вас так быстро полюбила И песни звучат в эфире в постоянном режиме И народ на них так реагирует Как будто бы вот действительно родненькие А какие звучат? Тебе все перечислили? Ну да, интересно Слушай, он контролер Да, очень серьезный парень на самом деле Знаешь, как я вспомнил сейчас вдруг неожиданно После твоего этого вопроса Масяню Про директора помнишь? Алло, кто это? Директор? Продолжите за меня, ребята Я продолжаю Семен, интересно, какие ты отобрал песни? У каждого есть любимые песни Я сейчас тебе отвечу Отвечу тебе, знаешь как? Ослушать надо радио Для того, чтобы понимать, что звучит в эфире Вот это лишний раз доказывает Что даже музыканты группы, собственно Почему ты не особо часто подключил? Я знаю Ты знаешь Спасибо тебе за это большое Но тебе скажу, что ирландский кофе звучит К примеру Это я думаю, что тебя должно порадовать Ну и лететь звучит Ух ты И ты не знала, что я... Я-то, конечно, знала Я-то, конечно Похоже, мне одному за всех отдувают И, кстати, и Франклин звучит Эта песня из ротации, между прочим И море звучит И следующее, кстати, которым будем играть Звучит, я знаю Сейчас проверим на самом деле Твоё знание И скоро в премьерах пойдёт Одна из ваших песен Между прочим А премьера у нас с 1 декабря Новый пакет заряжается Так что пойдёт что-то ещё А чего вы так расстроились-то, я не понимаю Мы? Нет, мы очень... Так и 1 декабря Нет, у нас своя система Запуска премьер в эфир Куда деваться? Так Семён, вот вы услышали Хорошо, не был совет Это было мнение Никиты Пятачков Не надо мнений Я уж как-то рассказывал о том Что есть такое мнение Мнение Оно зиждется на какой-то почве И под этим должна лежать какая-то основа База А так просто Ну, я могу сказать Вот, например, если бы Агни покрасила в чёрный цвет Было бы хорошо А она продумала бы про себя Так, пошёл ты Не сказала ничего Я, кстати, очень часто советую Не сказала ничего Не сказала ничего вслух Но подумала Зачем я буду расстраивать человека Ей нравится быть блондинкой Почему я, собственно, должен лезть в то Как ей было бы лучше По-моему, это неправильно, несправедливо Так Так, ещё вот какой момент Презентация альбома, как ты сказал, будет только Ну, вы это произнесли уже Только в декабре Причём ближе к концу декабря Мы можем рассматривать то, что происходит сегодня в эфире Как предпрезентацию Конечно Эти песни нигде ещё пока не игрались Ну, я имею в виду в этой компиляции В этом виде, как альбомные Или уже играли на концертах Ну, что-то играли, что-то не играли Ну, сегодня будут сюрпризы Ты уже сказал о том Что будут совсем новые Сегодня эксклюзийный эфир, конечно Дорогие Вот спасибо Вот тебе спасибо за то, что ты об этом сказал вслух 46-47 Это короткий номер для СМС Кваших сначала свои Потом пробельчика А дальше уже всё, что хотели бы адресовать коллективу Это могут быть и вопросы в том числе Пока всё отлично Жгите, ребята Нормально? Ну, это человек пишет Сергей Маляев, по-моему, да? Да уж, волосы у девушки И голос, и внешность Пять с плюсом Да и парни тоже ничего Пишет Сергей Маляев Товарищ прапорщик Да Кстати, для профайла Который появляется Картинка, когда играет песня В эфире Я выбрал очень, на мой взгляд, показательную фотографию Вашу Какую-то из фотосессий Выбрал одну большую Где Ну, ты знаешь, какая фотография Очень красивая Очень красивая фотография Очень красивая Тем, кто не знает, рекомендую заглянуть Ну, ага, хотя нет В профайле-то она другая А вот когда играет песня Вот надо следить за эфиром Отслеживать, когда будет звучать песня Тогда вы увидите эту фотографию То есть и здесь второе дно Где платьишко на просвет Да, где все очень красиво И не только волосы Но и все остальное замечательно Нет, женщина В данном случае девушка Должна быть привлекательной Это же естественно А в этом коллективе Это важный момент Так, Сергей Ветров Пишет, пожалуйста, привет Крутая группа Недавно открыл для себя Эту великолепную группу Необычный голос Найден Звук гитарный Найден Найден Да, найден Круто Когда к нам в Нижний Новгород Ну а что касаемо концертов Помимо Москвы Где, когда В ближайшей перспективе Кирилл Да, Кирилл Ну надо, чтобы вы теребили Местных организаторов Чтобы они звонили Связывались с нашим Концертным директором И мы, конечно, к вам приедем Достойнейший ответ Достойнейший Спасибо, Кирилл Достойнейший ответ Спасибо, Кирилл Значит, Арни просто чудесно Именно так должны были Петь те самые Магические сирены Заманивая волшебным голосом Море плавателей На рифы и водовороты В этой музыке Хочется утонуть И не выплывать Спасибо Написала Елена Варнакова По-моему, правильные слова Андрей Архипфах Какое красивое начало Вот знаете, я сразу вспомнил Концерт Теодоров Ну, Теодор Бастер, в данном случае Аж мурашки поползли Браво Ну что, мне кажется Спасибо Спасибо Мне кажется, фундамент заложен Как минимум К симпатии К новому вашему альбому К новым вашим песням Давайте дальше петь Что это будет? Что это будет? Я вот угадал Мне угадал Мисс Диор Ну, что сказать Угадал Эта песня тоже звучит В ротации своего радио Как всегда, живой звук Агни здесь сегодня Со своим новым альбомом Скоро будет дождь Поехали Просыпаешься и видишь те, что в солнце у оконной рамы остается Твоё окно стучит сердце И тихий воздух у города томится Секунды позже Голодная вода разбудит тело Но высли будут только вчера Секунды позже Секунды позже Когда ты босиком по мокрому Старту верит смело Когда ты на мосту Серебряной с лицой Сказала Да В рассветном свете Вкусы твоя края Голида тысячи коньков Раскинув крылья И гружая С дождём Дыхая Ты Словно бабушка В пыльце цветов И снова люди говорят Счастливые часов не наблюдают За временем угнаться в стол Ведь каждую секунду мне Слова снова светом взогревая Ты Небом послана мне Мисс Диор Агни Агни Так называется коллектив Который здесь сегодня Но есть одна маленькая Маленькая поправка Скажем так Агни ведь это проект Причём арт-проект И если я правильно понимаю На концертах на ваших Всё не так статично Как в студии естественно Там происходит масса Других интересных событий Что такое концерт группы Агни? Расскажите в двух словах Чтобы заинтриговать людей И двадцать третьего У Метрольбар пришли Все кто будет свободен К тому времени Кто ещё салатики не начинает Нарезать за неделю до Нового года Есть такие в стране Я уверен А что такое концерт? Что значит арт-проект? Ну во-первых Мы очень щепетильно Подходим к костюмам Об этом Сшиваем специально для концертов К каждому концерт? Ну в данном случае Для презентации альбома Естественно будут созданы Какие-то образы Уникальные красоты Ну что ты имеешь в виду Когда говоришь Что шиваете прямо для концерта? То есть к каждому концерту То есть вот дизайнер Слушает альбом Ага И вдохновляется музыкой И рисует эскизы костюмов И собственно все это воплощается в жизнь Общается с каждым музыкантом Общается с каждым музыкантом Да Угу То есть спрашивает А зачем общаться с каждым музыкантом? А чтобы узнать человека Чтобы Чтобы Раскрыть его Внутренний мир Подожди А что к каждому концерту Разный дизайнер? Ну не каждому концерту Нет-нет Дизайнер один-единственный Анна Платье Кстати Недавно мы как раз таки Играли у нее на показе Да Написали музыку И играли так сказать Спровождали показ Своим выступлением Так То есть она-то вас уже знает Что я с вами разговариваю Она-то вас уже знает А все равно человек же меняется Вот вы написали альбом Выпустили альбом Все уже что-то поменялось Уже надо пообщаться и понять А кстати Костюм это как фотография Да Я вот хотел сказать Что это как отражение реальности сегодняшнего данного момента Надо сказать Равно как альбом Надо сказать да Что с тех пор А мы виделись когда в апреле по-моему Да По весне С тех пор Не знаю будет ли это для вас комплиментом Но по мне так вы выросли да Очень заметно По музыкальной составляющей По аранжировкам Вокал был прекрасен Но сейчас какое-то ощущение Что он стал еще сильнее Спасибо А как это произошло я не очень понимаю Андрей Андрей Мы репетировали А когда приходили в апрель Вы не репетировали Вы так вот сбежались случайно совершенно Нет-нет Я говорю это к тому что вы действительно Не стоите на месте Это чудесно Это очень кайфово Это здорово Это здорово Вот я лично очень хочу Каждого из вас После эфира обнять за это Потому как вы молодцы И это требует на самом деле Уважительного отношения Это замечаю не только я Кстати Есть люди которые тоже Подметили что с тех пор Многое изменилось И в музыке есть Некие изменения Она не стала хуже Она стала по-другому Немножко звучать И собственно говоря В мастерстве До конца матча вратаря Никогда не хвалят Я вратаря то и не хвалю Вратарь вон у вас сидит на звуке А вы нет Вы в данном случае кто нападающий Кто защитник Вы команда Вы команда и команда Замечательно работающая Так Тут было Тут было вот что-то Да-да-да-да-да-да-да Сейчас секундочку Нет не было Почему-то сообщение убежало Больно много их Больно много их Так Значит Уровень слышен Пишет Рифат Акчурин Надо сказать что Рифат Акчурин Ну знаете вы этого человека Наверное нет 10 марта группа Музыкант с гнесинским образованием Человек который Очень неплохо понимает что такое Неплохо это я так А вообще очень хорошо понимает что это такое Значит Из стилистических особенностей музыки здесь слышно Явное участие звукорежиссера Он говорит о том что звукорежиссер знает где какие партии Он слышит что звукорежиссер понимает Он репетировал Потому что он тоже репетировал Да Потому что сегодня звукорежиссер коллектива Иван Лубянов который точно знает где чего и как Значит я хочу на концерт Я хочу на этот концерт Там еще и диски продают наверное же Конечно Пишет Андрей Архимов Значит Как же я люблю такие потрясающие песни Саунд ну просто на высшем уровне На высшей высоте Тексты неимоверны Тут уже не мурашки Тут реальное озно под песен Красота Одни эмоции Причем эмоции только потрясающие Я предвижу свой мега отдых После концерта А когда в Питере на какую кнопку нужно надавить Чтобы ребята появились в Питере Я готов даже на Новый год забить Лишь бы это услышать Презентацию там тоже сделать Только Кирилл расскажет на какую кнопку Он уже сегодня говорит А я знаю что он скажет Питерские друзья Поклонники Теребите пожалуйста Ваших организаторов Ваши клубы Чтобы клубы захотели Не не Питер мы сами потеребим То есть ты знаешь где там теребнуть надо Чтобы в конце концов все сросло Я в данном случае когда говорят слово теребите Всякий раз хочу напомнить Теребить нужно аккуратно Чтобы возбуждение Пошло в нужное место Нужно чтобы те Кого вы теребите Захотели в конце концов С вами действительно что то сделать В хорошем смысле А не про Ну бывают же эпизоды Знаешь когда потеребишь Потеребишь Человек возбудился И исчез Надо чтобы это были люди Которые действительно Я кстати в свою очередь Еще вот про наши концерты Хочу сказать Давай Что у нас на концертах Всегда присутствует Какая то такая Неповторимая Театральная история Какая то вот такая вот С одной стороны Камерность С другой стороны Какие то Какая то мощь То есть там можно и Позалипать Как в Pink Floyd То есть Достаточно Разностороннее Можно получить Спектр удовольствий Такое ощущение что Качанов не барабанщик Коллективозритель Ну то есть он Он в постоянном режиме Ходит на концерты Коллектива Агнии Рассказывает сейчас О своих впечатлениях А нет спасибо тебе большое Спасибо спасибо Я на этот вопрос хотел Просто ответить одним словом Глубоко Как на концертах Агнии Глубоко Ну это надо правда видеть Потому что И костюмы Я знаю что не только костюмы И какой то световой Там же свет тоже играет Свет работает Да у нас динамичный задник Там какое то видео показывается Какое то То есть тебе не видно Ты спиной сидишь Не ну я знаю что там Но не буду говорить какое Чтобы какая то загадка Давай зеркало ставить будем Ну в общем интригу Ты все таки сохраняешь Окей Давайте к нам дальше Будем петь Что это будет на сей раз Вот Андрей Всегда боится этой песни Почему Крыши Крыши В прошлый раз ты так боялся Андрей Егоров Да это бас Басист коллектива И электроконтрабасист А почему А почему ты боишься смычка в таком случае Ну-ка скажи мне Ну потому что Можно сказать Почему А что чтобы я боюсь смычка Просто это такое дело Потому что смычок то акустический А контрабас электрический И несчастье тут у Андрея А крыши А крыши мы же играем А в конце там просто Я очень переживаю Когда играю коду Там импровизация идет Такая на Еще и на чужом смычке На психологическом уровне В общем ты сейчас сделал все возможное Чтобы слушатели Внимали просто до самого конца Чтобы это Да и если у кого-то будет Депрессия какая-то усилиться Осенняя То извините Это мы хотим и сделать Запрыгайте Все претензии и к тебе Если что К твоему смычку Андрей так просился У меня рассказать что У него пропал смычок А теперь сам стесняется Ну я Да это просто Просто я потерял Уже за полгода Два смычка Ты прости Пожалуйста Ты куда со смычками ходишь Я хочу понять Ну так Погуляю просто с ними Чтобы со смычком Когда человек идет Сразу к нему другое отношение Я понимаю Он любит на сцене его Когда человек ходит со смычком На поясе например Да то отношение к нему Правда другое Я не уверен что Сотрудники правопорядка Но скорая помощь может Подъехать пару раз Тогда скажи мне Где ты мог забыть смычок Если ты гуляешь с ним Периодически на поясе Я даже не знаю Ну где Действительно Где я его мог забыть На одной из площадок Я его мог оставить На конце Так хорошо На конце Площадок через раз его оставляют Но я обычно звоню После концерта Андрей Твой смычок У меня Да Был один случай Очень классный Выступали тоже Прости что рассказывали Да Мама Андрея звонит После эфира Андрей Я вижу у тебя там смычок На подоконнике лежит Не забудь А мама ты откуда А мы выступали на На радио И она по картинке Говорит Я вижу там смычок лежит Как маму зовут Надежда Рюриковна Надежда Рюриковна Я вас очень прошу Если вы сами не умеете Этого делать То попросите старших Мам Может быть бабушек Раньше варежки детям Привязывали на резиночки Сделайте пожалуйста Мальчику резиночку Для смычка Так чтобы она у него Все время была на руке И тогда он точно Нигде не будет его забывать И терять Он привыкнет к нему И будет жить с ним Как с единым целым Да Я думаю что это лучший Выход из положения Крыша Что дальше то Да Давайте крышу Ну как уже заявили Так почему же Почему собственно говоря Не спеть и не сыграть Как всегда живой звук Сегодня все на смычках Я так понимаю в этой песне Да Электросмычок Да сейчас взял Электросмычок Собственно говоря Андрей взял Обычный смычок У кого нет смычка К сожалению Так это у Кирилла Ну у него там Хватает У него свои смычки Как всегда живой звук В программе живые Напомню здесь сегодня Агни Поехали 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 Я стою на крыше Я не знаю Прыгнуть Слышишь Или просто Мы простим Друг друга Мы же бегают Мы же бегают в душе Только Лишь снова летать Ты подарила мне небо Мне стало легче дышать Ты подарила мне небо Мне стало легче дышать Вы бегают Я не знаю Ты подарила мне небо Морженые 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 Встречу Я не знаю, прыгну, слышишь? Или просто мы простим друг друга? Выше бегут в душе. Но в тюрьму говорил, чем выше, тем тише. Сами слышу, я делаю вперёд шаги. Я виноват и должен, вам раньше слышать. Ай, шаги на скользкой и покатой крыши слышишь. Я ведь не умереть хочу. Я ведь не умереть хочу. А только лишь снова летать. Ты подарила мне небо, мне стало легче дышать. Ты подарила мне небо, мне стало легче дышать. Ты подарила мне небо, мне стало легче. Субтитры создавал DimaTorzok Кошки брутят по зиме, твои кошки брутят по зиме Мои шины брутят по зиме Мои шины брутят по зиме Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Андрюха, ты справился! Теперь я понимаю, чего он так переживал Действительно, звуки совершенно необыкновенные Которые издаёт Андрей Егоров своим смычком На не своём электроконтрабасе Потому что он подчёркивает всякий раз Это не контрабас, это электроконтрабас А смычок, дескать, аналоговый Но, тем не менее, сошлось всё И очень здорово звучит, на самом деле очень красиво, правда Всё, зря переживал, расслабься, всё было замечательно А смычок, на самом деле, привяжи Ну, так, вдруг чего Смотрите, есть любопытнейшее сообщение Александр из Кентукки А это Кентукки Те самые Кентукки, да Это один из наших постоянных слушателей Который живёт в Штатах А его сосед Джири Я уже теперь знаю, как его зовут Соседа У них там домики, как обычно, традиционно Он, частенечко пробегая мимо дома Александра слышит Тот колонки ставит громко Какие-нибудь звуки И присоединяется слушать То, что происходит здесь в эфире Уже неоднократно отмечал Что много хороших российских групп Для себя открыл Ну, Джири только А Александр-то он, в общем, и так понимает Вот он что пишет Я вот ещё до этих разговоров Про художника по костюмам Нечто такое странное себе и представлял Хорошо, странно, интересно Мне нравится Саша, зовите Джири Очень интересно мнение американского вашего друга На эту музыку Значит, Елена Воронцова пишет Воздух Огромные приветы Дуду из Питера Как жаль, что Кирилл Уши больше нет в слот Но очень надеюсь, что Агни наконец-то Доедет до Санкт-Петербурга И зажжёт наш уютный городок Своей безумной и милой музыкой Мы вас очень любим, ждём Кстати, альбом сводили в Лондоне Можно поговорить об этом Но это отдельная тема Это отдельная тема Да, что касается Это не совсем точно Сейчас поговорим, поговорим Итак Спасибо, спасибо Да, я им обязательно Я ждал от тебя этой реплики Значит, обалдеть Пишет Александр Кирьянов Это волшебство какое-то Ещё одна музыкальная жемчужина Обнаруженная мной благодаря живым Александр, вы слушали бы эфир почаще Своего радио Вы бы слышали эти песни в ротации В постоянном режиме И жемчужину открыли бы раньше Что касается не очень точной информации А где сводился альбом? Он сводился, как и записывался На добролёте в Санкт-Петербурге А вот мастерился он в Лондоне Мастер был в Лондоне А что, у нас мастеров своих нет, что ли? Сейчас мне говорят Ване должно быть неловко сейчас вообще Попросили, позвонили из Лондона Сказали, у вас такая классная музыка Можно у вас сделан мастер? А, ну если так, я понимаю Тогда отказывать было бы странно Конечно И в чём сказали, мы вам бесплатно это сделаем Ребят сказали вам Ну да, им нужна реклама Конечно Доплатили даже Чего? Да доплатили даже За то, чтобы смастерить вашу работу Ну а вообще, если честно, дорого это удовольствие Сейчас не надо называть сумму Просто интересно Сведение А мастер в Лондоне это дорого? Ну Не очень Если сравнивать с Россией Кто-то мне говорил, что мастер в Лондоне Или там в Европе дешевле, чем в России Да? Ну я не могу сказать, что это правда Если в России потом приходится ещё раз На мастера давать кому-нибудь Ну конечно Вот это странно на самом деле Все рвутся в Европу Все рвутся сделать там Либо запись, либо сведение Либо всё на свете И мастер в том числе В России это стоит дороже А качество ниже Ну зачастую ниже Почему так? Не, ну ведь в Москве жить дороже, чем Чем в Лондоне? Чем в каком-то европейском городе Ну не всегда Не первой величины Не всегда А, ну если не первой Лондон-то это город первой величины Лондон дорогой Простите, простите Ну просто Да Вот подобные музыки Наверное Всё-таки там есть Как бы культура Она дольше Старше Но тем не менее Есть большой опыт Тем не менее И записи мастер Вы делали на добролёте Значит уже есть и у нас Возможности это делать Хорошо и качественно Да, на добролёте всё чудесно Ну Значит всё у нас Идёт в правильную сторону А атмосфера там В России с музыкой О да, да Ну-ка расскажите Тогда об атмосфере Ну просто вот Как в первый день В первую смену Мы как зашли туда Как инструменты побросали Так и поняли Что это храм Просто звука И И жрец Всё помогает тебе там Сделать всё отлично Сделать Какие-то новые краски Может быть даже На эти Ты вот ехал С определённым багажом туда Вот я сейчас буду записывать В процессе Ты Как-то заряжаешься Вот Там же всё-таки Сколько людей Писалось Оставляли там частичку себя Всё это чувствуется Прямо просто в воздухе Висит Это помогает То есть намуленное место Давай так Да Чего уж там Окей Антон Фёдоров Здравствуйте Только включил видос Что с волосами Я в шоке Андрей, что с волосами Они огнекороче стали А всё остальное супер Ты что, постригла волосы что ли? Чуть А, да точно Чуть-чуть Я только сейчас заметил А зачем? Освежил Причёс Понятно Хорошо Но ты посмотри Но ведь люди Замечают Обращают на это внимание Хотя казалось бы Длина Ну 5 сантиметров Выше 5 ниже А нет Замечают Значит настолько ты На виду Это анекдот Про контрбасисты есть Какой? Ну что А кто это у нас В оркестре фальшивит? Дирижер спрашивает И все смотрят на контрбасиста Он так О, я на каблуках пришёл А, ну да Вот так Давайте-ка дальше Кстати, ваш клип На песню Совы нежные Был в премьерах На сайте Своего радио У нас там есть Я знаю Вот один единственный Просвещенный человек Народ её требует А, кстати, сказать Эту песню-то В альбом-то вы не могли включить Или включили? Нет Ну, естественно, не могли И идея-то позже возникла И это отдельно Я расскажу Отдельная тема А сегодня вы её не будете петь? Ну, как-то Сегодня мы же всё-таки Чтобы сохранить Какую-то эксклюзивность Нашего будущего концерта Что эксклюзивность? Вон клип выкладываю сейчас В обсуждение А ты говоришь Эксклюзивность Живого исполнения Ведь люди хотят Ну, хорошо Как называется Следующая песня Которая будет сейчас звучать? Она опять-таки Есть Это «Море» Ну, да Это опять-таки Песня из ротации Своего радио Это всем тем Кто говорит Что «О, я открыл для себя» Слушать надо радиостанцию Почаще Как всегда Живой звук В программе Живой Здесь сегодня огни Поехали Какие надежды В сердце Раздувает весенний ветер Лучи первого солнца Целуют очи твои Нежный ветер с юга Слушает слезы мои Море, море, так хочу Скорее увидит тебя Обняться с тобой И с тобой Я люблю тебя и море Море и тебя И тебя Море и тебя Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Море, море, море Море, море, так хочу Скорее увидеть тебя Обняться с тобой И с тобой Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Агни здесь сегодня Со своим новым альбомом Скоро будет дождь И понятное дело, что модно Или популярно Или я уж не знаю, как назвать Выкладывает синглы раньше, чем выпускается альбом Поэтому многие песни из этого альбома Уже в ротации своего радио Но хотелось бы наконец услышать что-то свежее Что-то такое, чего мы пока еще не знаем Что еще пока не попадало в эфир Радиостанции Мы это, естественно, будем делать чуть позже Хотя можно, наверное, Можно час закончить чем-то Красивым, как у вас все это И не длинным Есть что-то короткое? Минутки на три Есть Специально заготовленная для таких случаев композиция Спасибо тебе большое Спасибо, что ты понимаешь, что надо заготавливать Поэтому мы это сделаем буквально через полтора минут Поймал себя на ощущение, что абсолютно не вникаю в слова Музыка просто уносит Мантры какие-то Пишет Оксана Ирофеев Собственно, это и есть мантры Когда поют русалочки, слова не вслушиваются обычно Слушают общую концепцию Общее звучание Слушают эмоции Слушают сердцем А огня, она русалочка и есть Это же существо совершенно неземное Вы посмотрите на нее внимательно Зайдите, пожалуйста, в трансляцию Посмотрите Она почему-то сейчас расстроилась Нет Я же говорю правду По морю скучает По морю скучает Только что спела море и загрустила Море – это любимая Вода – любимая среда, как я понимаю Твоя правда? Ну а как у русалочки Может быть по-другому? Никак 46-47 – это короткий номер для СМС К ваших сначала свои, пробел А дальше все, что хотели бы сказать И адресовать коллективу Здесь пошли в ленте разговоры о добролете Как там все круто, как там все хорошо Это правильно Почему же не похвалить хорошую, замечательную студию Свою слушаю постоянно днем на работе А вот море ни разу не слышал Пишет Николай Кедяев из Лондона Как-то в Лондоне море не слышал В Лондоне не слышал человек Там освободили его Море, да Ой, мастерили Мастерили, то бишь, да Вот он не слышал В метро горы крутят Не попадал Ну такое тоже может быть Давайте, что будет сейчас в конце часа Мы сейчас сообщаем тем, кто не в курсе Мы уйдем на паузу После чего вернемся назад И еще целый час у нас будет с группой Агни Что за песня? Первая песня с пластинки Велир Как всегда, живой звук в программе Здесь сегодня Агни Погнали Странная, странная, тихая Ты незаметно снимаешь все рамки Неверия нет Черная прочь Я почти как бриллиант Но без огранки А ты мой ювелир Движения точны и аккуратны твои Все страшное, странное, дикое зло Осталось вчера и замазано белым Я поднял с глубин, да Мне повезло Был грубым камнем, но явилась не смела А ты мой ювелир 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 Движения точны и аккуратны твои Новый мир для меня открывает И уставшая спишь Так сладко спишь рано утрам Мои ювелир Ты мой ювелир Ты мой ювелир Ты мой ювелир Ты мой ювелир И устав była Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, прошла пауза, закончилась. Прошло время, которое нужно было для отдыха, и мы можем продолжить. Напомню, в программе «Живые» сегодня группа «Агни» со своим новым альбомом «Скоро будет дождь». Так как пауза была, надо бы, наверное, начать сейчас с песни. Что это будет за произведение? Кто из вас скажет? Что это будет за песня? Это будет песня «Лететь». Она тоже имеет место. Она тоже в ротации своего радио. Совершенно верно. Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые». «Агни» здесь. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пластику «Живые» Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Всегда я в моих руках лететь. Трункими струнками, каплями с ветром все выше лететь. И больше не с вами быть самим небом, не слышать. Взлук этих фраз до шарных век. И он пришел в стенах, Вдруг звоном стану шаг детей. Трункими струнками, каплями с ветром все выше лететь. И больше не с вами быть самим небом, не слышать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 музыка музыка и я имею ввиду музыкальный вкус что ли человеческий он превращает людей в абсолютно однозначно воспитанных образованных глубоких нежных чутких и чувствующих существ я в свое время это коротко отступлюсь часа тема эфира сегодня проходил армейскую службу в далеком городе и в деле есть такой маленький городишко и мы там говорили друг другу что если бы земля была форме задницы простите уже за прямую речь то и в деле был бы как раз тем самым местом просто потому что там дикость была ну по тем годам когда я служил один единственный клуб на весь городочек одна единственная столовка на весь городочек ну и кругом тайга 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 но вы в деле живет алексей степаненко один из наших слушателей постоянных вот он пишет это просто очуметь слушаю уже час и улетаю космическая музыка в прошлый раз подобные эмоции испытал много лет ну и так далее то есть он напишет очень то то тонкие добрые я бы сказал изящные слова никогда бы не мог предположить что так изменится жизнь и мир что даже в таких забытых как говорят богом уголках где единственное место населенное густо это зоны ну вот в том регионе но так вышло да потому что я служил спецназе в мвд так получилось так меня судьба забросила именно в этот город у нас говорили кто на и в деле не понял тот на поняли поймет понял бурман то васосева лозева вот такие названия поселков где все сплошь и рядом и я теперь понимаю что оказывается чутки и душевно открытые люди есть везде даже в самых далеких и неприлично неприличных уж простите местах а так выходит что сейчас нам с годами а может быть любовь к музыки а может быть понимание лучшего что а вот сейчас он мне пишет это я там раньше жил сейчас москве ну не важно главное что человек смог вырасти в открытую душу вырастить себе там находясь таком глухом абсолютно богом заботом месте ваша музыка мне кажется она из любых даже самых 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 твердо толстокожих вернее людей делает людей чутких это это такие эмоции ощущения может быть и это отзывчивых и отзывчивых в том числе да вот посмотри что пишет например сергей молеев я вообще не фанат этого направления музыки но вот тут живьем слушаю с удовольствием чистая красота пожалуйста по моему это в тему юлия усова написала что я не настолько хорошо помню прошлый эфир чтобы сравнить звучание группы стало ли оно тяжелее но вот по ощущению как будто музыканты раскрылись стали чувствовать себя свободнее музыка стала полнее сильнее глубже возможно ошибаюсь но тем не менее это еще одно мнение на предмет того что вы изменились гораздо лучше стали значит привет всем своим думал что не буду писать ничего да и не зацепила меня сразу но вот слушаю трансляцию понимаю что мне хорошо и не хочется чтобы это прекращалось отличная музыка олег скосырский пожалуйста мне тоже кажется это очень правильные слова здесь большое действительно с прошлого эфира на своем агни стала более уверенными что ли стали лучше звучать интереснее как-то голос у агни еще волшебнее стал или на вранцово написала например снова поразили меня в самое сердце учитывая что чаще я даю предпочтение музыки гораздо тяжелее это просто мой личностный успех родители прибежали в удивление послушать лайк от всей семьи группе это еще один показатель того насколько люди могут меняться и менять вокруг себя других людей музыка творит чудеса и действительно большая таблетка от всего ну хорошая музыка в данном случае я имею ввиду музыка группа дни двигаемся мы с вами дальше вопрос который мне кажется важным понятно что коллектив развивается растет коллектив пишет песни пишет альбомы это какой по счету альбом то вас это дебют вот вишка но тем не менее знаю что вы уже ты сам сказал что есть уже материал который не вошел в этот альбом то есть еще есть материал если руки чешут до следующего альбома да и получается что вы не останавливаетесь получается что вы пытаетесь продолжать ну скажем так фиксировать свою музыку просто есть музыканты которые делают замечательный материал но не пишутся и такие бывали в этой студии я сидел без эфира и матерился внутри себя в эфир не могу сказать и говорил им слух ребята что же вы творите почему вы не фиксируете то что вы делаете но это же неправильно это же не на какой-то мере даже грех это не я сказал это ты сказал правильная слава правда грех а вы все-таки стараетесь не грешить на этом поприще за всех сил вы все-таки стараетесь сохранять все это дело с одной стороны тут интересуется где можно приобрести альбом не физически хотя бы в цифровом виде такая есть возможность да конечно айтюмс гугл вот все уже продается там с 5 ноября а физический носитель будет через месяц ровно через месяц 23 декабря на презентации альбома приобрести и так еще раз тогда ну что я думаю что нужно дать слово сейчас кирилл да надо сказать еще раз о том когда и где будет презентация дорогие друзья вот двадцать третьего декабря мумий тролль баре будет презентация нашего дебютного альбома скоро будет дождь приходите будут физические носители будет снег но скоро будет дождь к весне будет до встречи дуду пошел он уже готовится здорово и замечательно что вот сейчас я читаю сообщение до аудитория у своего радио она особенная это аудитория которая действительно любит музыку хорошую любит музыку разную любит музыку вникая проникаясь ею много новых людей мелькает периодически я понимаю что эти люди зацепившись они уже остаются с нами и в будущем тоже точно так же становится своими вопрос немножко в другом я просто вижу настроение я с которыми пишутся сообщения на том или ином эфире сегодня у всех абсолютно одно состояние вы сумели с первой песни погрузить всех в этот релакс и люди пишут вот даже такие казалось бы всем хаюшки я все порывался послушать огни но не получалось а тут поплыл они баба тут попал попал тут попал тут в букву две буквы п в слове две буквы п в слове папа первое попал волнуется и дальше фраза от него хочется материться нежно ты понимаешь нежность даже в этом проявляется надо бы наверное петь дальше что это будет вот как раз премьера то есть та песня которой нет в альбоме нет и и в ротации само собой тоже и к сожалению но тут наверное стоит немножко рассказать об этой песне и сделает это огни расскажи нам откуда меня вдохновили слова одного питерского поэта по имени арчат и вот и вот песня родилась новая то есть это слова не не нет это слова это слова питерского поэта мы с ним связались одно слово мы изменили но это с его разрешение да 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 оно просто не для эфира совсем да и теперь у нас законы такие что да вообще мы воспитаны да и да то есть ты хочешь сказать что ты способна способна читать слова не эфирные и не испытывать при этом легкого негодования скажи мне я глядя на тебя поверить в это не могу воспитанием успела браво браво ну это еще одна замечательная черта человека которого зовут агни иванова хорошо поехали ада название то мне сказать да конечно как называть песня мы ее пока рабочие название мы назвали салфетка но у нее пока название в общем нет да пока рабочие может быть она и закрепить закрепиться ну давайте посмотрим как всегда живой звук программе живые огни здесь сегодня поехали я пишу тебе на салфетке я пишу тебе на салфетке ручейся на мелкие лоскуты на столе заветреные обедки под столом разгуливают коты детка я совсем проигрался в покер шельхи называют меня месье да тебе наверное это похер только не могу не писать и все детка лето кончило на июле белыми пушинками тополей и теперь копается вредикюлей ищет сигарету потяжелей детка это плюс на куске бумаги вот сейчас послужи звучит я всем я хлебаю и здорово и поправки люди заклевали меня совсем кто в моей пустыне построил базы кто построил дом у меня в груди терпеть чудом не смотри смотри но уже не знал как на земле тем, кто я устал я награду с мячом но тебе не надо моих проблем ты довольно счастлива это значит это значит я скажу что светит а ты смотри что это значит что это значит не смотри что и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ален Рукасуева написала вот что Под такие песни у меня перед глазами Картинка, как туман Тихо плывет по ангаре Тихо-тихо Дальше немножко менее поэзии Перетекает через ГЭС И затягивает Темно-зеленые острова Волшебство Вот, знаете, какие рисуются картинки Это же чудо какое У меня от эмоций вибрации по телу Рученьки дрожат Диван превратился в летательный аппарат То ли ракета, то ли вертолет НЛО, короче Сергей Пантюшин написал Это еще один раз Не лишний раз подчеркивает Что музыка Она творит с людьми Абсолютное чудо Что касаемо музыки Что касаемо Дальнейшего творчества Коллектива Огни Понятно, что развитие Такая история бесконечная Если человек работает Не стоит на месте То, само собой, продолжается какой-то поиск Что вы Куда вы идете Где вы ищете В какой плоскости дальше У нас совсем недавно Подожди Давайте вы говори В себе еще Совсем недавно был интересный эксперимент Мы играли вот Концертную программу в акустике Как раз все хотел рассказать Давай Передаю слово Да не, 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 не Я дополню Расскажи Ну что Играли в акустике Да Я там играла на Большом шаманском бубне Наконец-то Довелось Да Так И какие были эмоции Какие были ощущения Ну это прекрасно Надо почаще мне играть На всяких таких инструментах Да Вот То есть тебя это вдохновляет Конечно Конечно Да Это правда было интересно Я тебе могу предложить Варган у меня тут есть Я когда медитирую Играю на Варгане Вон он там Здорово Хочешь? Попробуй Кстати, замечательный инструмент Лиз, принеси, пожалуйста Он там Я сейчас покажу, как это звучит А ребята уже едят А я когда-то, кстати, играла Ну в смысле я пробовала Спасибо Нет Это прекрасно На самом деле Вот когда действительно Вам совсем как-то так на душе Тяжко Не помню, кто его подарил Кто-то очень хороший И поэтому у него энергетика хорошая То инструмент Когда уже совсем тяжко Когда совсем уже тяжело Внутри Надо как-то расслабиться Берешь эту железячку Казалось бы Да и Парни И хорошо становится И как-то и рукам применение есть Вроде бы Как И мысли Куда-то другие Плохие утекают Другие приходят Хорошие Мы хотим губную гармошку привнести А вот Интересная тема Кто у вас будет играть Я сейчас в процессе обучения То есть ты А кто петь тогда будет? Я буду играть и петь Через нее Да Ты уникальна Конечно Вот это мне кажется Совершенно невозможно Одновременно играть На губной гармонике И еще и песни петь Но развитие есть Вы не стоите Я так понимаю Что вы хотите добавить В свое творчество Чего-то Ну как говорят World Music Вот такого этнического Бубны Губные гармоники Может в орган опять же Ну и это тоже Я бы не сказал Что мы планируем Прямо упор такой делать Потому что пока то Что вырисовывается К новой пластинке Далеко не всегда Имеет такой характер И вот Хотелось все-таки Дорассказать Про чудесный эксперимент Фак-кафе Это акустический концерт Просто Да Там было много фортепьяно Мне пришлось вспомнить Чему учился В музыкальной школе Ну у тебя это хорошо получается Ты же играешь И здесь играешь Там было сложнее Как говорит Андрей Пришлось репетировать Ну вообще-то Это в принципе Необходимость мне кажется Да мы добавили еще больше Еще больше перкуссии Кириллу присоединилась Что касается Что касается перкуссии Я попросил ребят в паузе Спеть Соу нежное Да тот клип Который Это песня Которая поразила всех Я просто помню Аудитория Как в стрипенос Когда этот клип У нас запремьерился На сайте Но они сейчас Того не могут сделать Потому что это Акустическая версия Это много перкуссии И сыграть Испортить можно Да А спеть так Как она была задумана Невозможно Жалко конечно Но Говорится Давайте сделаем хорошо Плохо-то всегда Да-да-да Но на эту песню Реакция была очень хорошая Да На концерте 23 декабря Обязательно В метрольбаре В метрольбаре Да А во сколько начало Там что-то по-моему Неразно сказали об этом Восемь Да Восемь часов В точку 23 Хорошо не выведет 20.00 А то ведь кто-то К восьми утра Да Я понимаю 20.00 Это восемь часов вечера М метрольбар 23 декабря Презентация альбома Скоро будет дождь Там будет не только музыка Не только песни Там будет много чего другого Там костюмы Правда Костюмы сценические Красивые Специально сделаны Для ребят К этому концерту Там световое Хотел сказать шоу Нет Шоу не то слово Световое оформление Скажем Да Там видеоинсталляции То есть это все Физические носители О И самое главное Там физические носители Которые можно приобрести То есть вы получите удовольствие По полной программе Исключительно Для вас это будет все Каждый Я знаю точно Что Вот 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 Я теперь нашел Я долго думал Как определить музыку Группы Агни Имея в виду музыку Чисто эмоционально Как определить У нас слоган есть Который существует Вот именно своего радио Он кстати отвечает на вопрос Что это за радиостанция Своё для каждого из всех Несколько такой Двусмысленный слоган Но точный Так вот Агни Песни группы Агни Это песни каждому Адресованные к каждому Каждый найдет в этих песнях Что это своё Даже тот Кто никогда раньше В общем-то Этой стилистикой не увлекался Масса людей Которые любят музыку потяжелее Но уверен Убеждаю вас в этом Точно знаю Придя на концерт коллектива Агни Вы получите абсолютное удовольствие Абсолютно Каждый из вас найдет Свою И свою песню Будь здоров Надо играть дальше Что это будет? Русалка Ну наконец-то Она ответила всем На вопрос На вопрос Согласна ли она С этим определением Русалка Она и есть русалка Как всегда Живой звук В программе Живые Огни Поехали Русалка 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 Больше отманой сего Верь, я твоя Я с тобой до конца Спит спокойно, я твоя Всегда Вновь волна Вновь волна Так легка Тишина Лишь вода Ты Я 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Браво! А что ценно в такого рода экспириенсах? Музыканты смогли выйти, попить водички, вернуться назад, посмотреть на то, как он это делает, снова выйти, переговорить. Ну, в общем, все правильно, подход верный. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Ну, тяни к себе, ты что-то хотел сказать? Да, да не за что. Как не за что? Спасибо. Между прочим, музыканты не просто так выходили. Ну, попить выходили. Да, вот. Мы помним про то, что у вас был день рождения. К тому же давно забыли об этом. А вот мы помним. И мы помним, что мы вас толком не поздравили. Соответственно. Обалдеть. Лучше поздно, чем никогда. Обалдеть. Они пришли с тортиком. Поздравляем вас. Да еще и со свечкой, ребята. Вы чудо. Спасибо вам огромное. Они принесли с собой тортик. Ну, в кадре вы это видите. Тортик со свечкой горящей. Как же я вовремя все-таки попросил Дуду, да, сольную партию сыграть. Надо задувать, я так понимаю, да? А когда задувают, чего-то себе там задумывают. Типа желают чего-то сами себе. И никогда вслух не говорят, что именно. Чтобы это желание... Юля показывает бабла побольше. Да нет. С одной стороны, да. Чтобы радиостанция жила, конечно же, нужно вот того самого, о чем ты сказала. С другой стороны, очень бы хотелось, чтобы у музыкантов, которые к нам приходят, и которые являются частью музыкального сообщества своего радио, те самые музыканты, которые поселились уже в ротации в постоянном режиме, со временем стали супер-мегазвездами. А мы приложили к этому свои усилия. И потом гордились бы тем, что этих людей мы откопали, нашли, показали миру. И эти люди стали на самом деле достоянием республики. Вот этого мы очень бы хотели. Но это не желание, это я просто рассказываю, как бы мы хотели бы. А чего? А мы тоже хотим пожелать. А я могу сейчас задуть? Подожди, сейчас задусь сначала. А, подожди. Спасибо. А теперь чего? А мы пожелаем... В этот день денечек зимний, и за всех деньков денек свое радио поздравим. С днем рождения его к нему сердием пылаем. Боже, сохрани его на многое лето, многое лето, многое лето. Спасибо, ребятки. Спасибо большое. Как говорят, мужчины не плачут, да? Ну, вы подождите, вы пока следующую песню поплывете, я выйду из студии, чтобы в моей скупой морской слезы никто не видел. Спасибо, ребят. Вы прекрасны, спасибо, правда. Что у нас дальше по программе Павлач? Ну, так веселуха, ирландский кофе. Ну, это также песня из ротации. Я всякий раз напоминаю об этом, чтобы те, кто слушает радиостанцию, прислушивались и искали отличия, как это называется. Как это звучит в ротации, и как это звучит живьем. Наверняка, какую-то разницу вы заметите. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня «Агни». Поехали. 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 Не жалей, и ядом кофе мне согрей Эй, 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 эй Будьте в ядых кораблей Сколько до колен морей Эй, 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 эй Шесть тысяч дней в море огней Среди людей в море песен Шум халендарей мулят огрей Я вместе с нею тонет в жилах Эй, 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 эй Дошли Лебезином больше не спать мне Эй, 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 эй Сердце зеленой зли Распросятся нежелее Ядом кофе мне согрей Эй, 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 эй Будьте в ядых кораблей Сколько до колен морей Эй, 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 эй Эй Дорога мне согревая Эй, 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 эй Эй, 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 эй Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У него на аватаре цветочки В общем, все так празднично, радостно Вопрос Агни задает Ваше творчество пропитано темой моря Ну, а как у русалочки-то по-другому Как часто вы бываете на море? Какие места вами особенно любимы И вдохновляют на новые прекрасные песни? К сожалению, в этом году я не была на море Это первый раз в моей жизни Первое лето, когда я не была на море Это ужасно Ну, вот очень много работы Ну, так зато какой результат Альбом Это же, наверное, компенсировать как-то надо Да Вот, любимое место это Крым Новый свет Горы Вообще жить с палаткой Видели бы вы ее глаза сейчас Там искры побежали Да Ну Так Собственно, вот так Очень хочу на море А что для тебя море тогда? Это просто красивые места, на которые можно из палатки смотреть? Нет, это источник вдохновения, источник жизни То есть вот я не была на море в этом году И уже, конечно, сложно выживать Не было Сложно выживать очень, да И, кстати, сочинять второй альбом Скорее всего, я поеду на море А, то есть ждать-то мы его будем еще долго Ну, я надеюсь, что я все-таки весной попаду в Крым Но хотя, кстати, какие-то песни уже ведь сочиняются Ну да, я так понимаю, что и не одна, наверное, уже готова Музон сделаем, поедет слушать Все, он распорядился, да Молодец Нет, я надеюсь, мы все вместе поедем туда И будем сочинять А вы часто так катаете все вместе на море? Нет, еще ни разу не были, но я надеюсь Фу, надеюсь Это произойдет Опять хочу, да, вот Мы собираемся, собираемся Ну, я надеюсь, уже соберем Ну, мне обязательно надо всех вытащить Потому что вот всех вытащить на море Это будет прекрасно И мы напишем Как говорят, хитяр Хитяр Яна Каратаева пишет Вот что Потрясающе Впервые слышу эту группу И точно знаю, что у меня в плейлисте пополнение Самая главная актуальность для меня в данный момент Не знала, что послушать И решила включить свое Вовремя Очень гармоничная музыка Волшебный, успокаивающий голос И поздравления трогательные Ребята, молодцы Пишет Яна Каратаева Ну, а Яне я хочу рекомендовать периодически Слушать радиостанцию Имею в виду ее текущий эфир Линейный эфир Там достаточное количество интересного И я думаю, что открытий для вас будет много Так, Елена Варнакова Сижу на окне Смотрю на ночной город Плыву сознанием непонятно куда Вдыхаю вечерний воздух Слушаю эфир Идеальный волшебный вечер Начала писать комментарий Две песни назад И вот только сейчас очнулась Поняла, что заслушалась Замечталась И забыла его отправить Ну, это как раз то, о чем Я уже чуть выше сказал Абсолютное погружение Если бы мне не надо было работать Сидеть, что-то говорить Кнопки жать То я, наверное, тоже бы сейчас Абсолютно точно погрузился бы Это опять-таки к разговору Что у нас происходит на концертах Да Юля пишет мне, что Ян Каратаев Фотограф бывал на эфире И концерт снимала Ну, в таком случае Я упрек хочу сделать Упрекнуть хочу, Ян Но если бы бывал на эфирах Концерт снимал Так слушать надо радиостанцию Где много чего интересного Я сейчас призываю всех Не только живых слушать Но и линейный эфир Много чего интересного Много открытий Наверняка Какая-то песня сейчас будет в конце Финальная К сожалению, финальная Потому что время подошло Но мне надо понимать Сколько она по времени Чтобы закончить эфир песни Под шесть О, братцы Тогда нам надо уже петь Спасибо большое Что были сегодня здесь Альбом получился роскошный Скоро будет дождь Называется этот альбом Презентация этого альбома Вживую Вы можете наблюдать 23 декабря В клубе Муми Троль Бар Я думаю, что в 8 часов вечера Вы придете туда И получите полное удовольствие Завтра в программе Живые Акустический сет От Макса Иванова Объяснять кто это Я не буду Наверняка Вы знаете О ком идет речь Ну, а что будет за песня В финале По традиции Чайки Спасибо Спасибо огромное Всем до завтра Ребятам удачи Во всех их начинаниях Поехали Мир огромен, тесен и ужасно красив Ты придешь и уйдешь Не заметит никто Боль, страдания, муки Кто вспомнит о них Дождь идет, идет Капли милка стучат на стекло Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дождь идет, идет Капли милка стучат на стекло Я устал печалить Я увидел парус Я увидел море И услышал музыку Каю Каю Очищаюсь Умываюсь Староплюсь Как можно Суетятся чайки Скоро будет дождь 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 Я узнал печалить Я увидел парус Я увидел море И услышал музыку Каюка Каюка Очищаю, усыпаю Тороплюсь как можно Суетятся чатки Скоро будет дождь Я устал печалить Я увидел парус Я увидел море И услышал музыку Каю Каю Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Мир огромен и тесен и ужасно красив Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»